всем привет и с вами я михаил шилов автор проектов drshilov.com корректура.ru budoblog.ru, budoshin.ru, makivara.ru и всех прочих других разных интересных проектов по тематике спорта боевых искусств и так далее вот о чем сегодня поговорим в серии подкасты за рулем о некой концепции которую я сейчас тенденции вернее которую я наблюдаю сейчас по поводу того как люди принимают решение заниматься спортом раньше когда я приходил значит бегать на стадион вот их на спортплощадку я часто видел такую картину что стадион почти пустой ну и не то что почти пустая вообще пустую но сейчас вот за последний год тенденция начала меняться раньше вот но за последний год вообще ситуация в где сильно поменялось то есть я вижу что на стадионе появляется довольно много людей довольно много вопрос в другом то есть люди принимают решение заниматься спортом это хорошо то есть тренд на здоровый образ жизни с которым прежде всего как ассоциируются занятия спортом он есть большой значит интерес у людей также к диетике правильному питанию это тоже присутствует что видно по движению на различных форумах социальных сетях потому что спрос определяет предложение если очень много появляется сообщества не маркетологи значит нашли в этом тоже тренд определенный то есть люди хотят быть красивыми сильными но здоровыми но делов вот в чем часто мотивирующим фактором выступает исключительно картинка я сейчас объясню что имею ввиду люди мотивируются тем что видят других людей на фотографиях или на видеороликах сильных красивых подтянутых мышечных все там замечательно и возникает желание стать точно такими же я не буду повторять свои предыдущие какие-то подкасты где я говорил о том что ориентироваться на тренеров фитнес-залов не любых потому что во многих фитнес-залах фитнес-залах тренера выглядят крайне посредственно что кстати между прочим как сказать является тоже трендом для некоторых даже серьезных см сетей за рубежом потому что когда человек придя в зал видит атлетичного тренера там тоже люди поняли что что таким точно как тренер который является чемпионом по бодибилдам там каким-то или по мэнс физик занимающемуся не стать и соответственно у него будет некий элемент недоверия к этому тренеру а когда тренер выглядит не то что посредственно ну так естественно естественно спортивно выглядит но ничего сверхъестественного то такому больше да как бы доверие да ну так вот люди когда видят да а у нас и пытаются чтобы тренера красивые такие были прям все подтянутые все человек должен давать отчет себе в том что для того чтобы достичь таких результатов надо и образ жизни как в принципе практически такой же вести как этот тренер который из спортзал не вылезает я об этом уже много говорил но сегодня я хочу поговорить о другом о том как человек предположим решил заниматься спортом самостоятельно даже без того же фитнес тренера надыбал в интернете даже учитывая тот факт что у человека может быть аналитические какие-то таланты очень высокие он мог надыбать информации целую кучу по питанию и по занятиям по построению микроциклов мизоциклов там и длинных циклов там все в общем все понятно как начинает заниматься он начинает заниматься начинает предположим заниматься бегом из изучает технику бега как правильно построить тренировку in in начинает этим заниматься правильно начинает у кроссовки правильные бегать по правильной дорожке но почему-то после занятий у него возникают серьезные какие-то проблемы в плане того что все болит первое время он список чем болит все не то что ноги болят там да и все все болит спина болеет шея болит руки болит плечи списывает он первое время это все на то что ну да давно и не занимался а может быть никогда не занимался вот поэтому все но сейчас я позанимаюсь я привыкну и все нормально будет это работает тогда когда боль действительно мышечная когда возникает боль связочная и различного рода суставная уверяю вас ничего не пройдет а лишь усугубиться особенно если вы не молодой человек вам за 30 40 50 и так далее это сто процентов а почему это все возникает вроде бы вы пытаетесь сделать все правильно технику соблюдаете кишки не рвете на начальном этапе понимаете что нужно обработаться а все возникает по одной простой причине дело в том что вся предыдущая жизнь сформировала определенный динамический стереотип который характерен был вот для той жизни которая у вас всегда была то есть у вас есть какие-то поздные рефлексы уже вот есть какие-то контрактуры есть какие-то крепатуры которые поддерживают удачно те положения в которых мы находимся постоянно в жизни и иные нагрузки и положения являются для организма уже слегка и неестественны и прежде всего это касается позвоночника а чем бы человек не занимался любым видом деятельности в спорте неважно каким абсолютно бегом ли он занимается ходьбой боевыми искусствами везде идет нагрузка на позвоночник потому что позвоночник то носить осевая система которые накрепятся рычаги как верхнего так и нижнего плечевого пояса и чтобы вы не делали для стабилизации от раскручивающего движения делайте вы движение рукой какой-то для того сил действия равна противодействию для того чтобы оставить тело в покое и двинуть рукой вам нужно базу на которой сидит рука стабилизировать это значит надо напрячь около по мышцы которые не дают позвоночнику поворачиваться ротироваться согнуться то есть все время на позвоночник идет нагрузка чем бы вы не двигали даже если вы двигаете просто руками или ногами нагрузка на позвоночник все равно идет даже во многих изолированных действиях такие бы казалось как жим самой платформы лежа или разгибание ног в станке все равно мышцы спины и мышцы пресса напрягаются и мышцы кора которые стабилизируют позвоночник чтоб вы не делали да можно снять осевые нагрузки на позвоночник если не приседать со штангой но ратирующие различные нагрузки и и и раскачивающие самые позвонки нельзя так вот если у вас позвоночник определенным образом был застабилизирован были какие-то функциональные блокады были какие-то или есть что вернее неправильные функциональные там искривление а может органического плана даже уже вот то соответственно для того чтобы стабилизировать позвоночник у вас будут подключаться прежде всего те мышцы которые наиболее сильные то есть те которые все время работают а те которые вы не напрягали они и не умеют это делать в итоге возникает неправильная работа около позвоночных мышц возникает дисбаланс вы не включаете все эти группы которые должны стабилизировать позвоночник и соответственно перегружаете те группы которые подключаются в работе то же самое касается амплитуд в движении где-то надо наоборот позвоночник не стабилизировать а заставить его действовать до сгибаться разгибаться ротироваться я прошу прощения что качается камера ну что же поделать такие дороги у нас вот и происходит та же самая тема то есть в основном движение все совершаются за счет опять же движение масло масляных да в тех отделах позвоночника которые и так подвижны а в которых блокады есть которые неподвижны они не подключаются в итоге когда вам надо совершить какое-нибудь амплитудные действия больше чем обычно то у вас больше чем обычный больше чем это вообще нужно движение происходит в тех отделах которые у вас и так всегда подвижен то есть в тех которые с помощью которых вы решаете свои бытовые задачи а в тех которых были функциональные блокады они так могут и не подключиться в итоге те которые не подключались там эта блокада так и сохраняется а в соседних отделах где движение возникает гипермобильность объясню вы поворачиваетесь например в сторону на 90 градусов да если у вас позвоночник правильно работает весь то вас повернутся все позвонки один с другим предположим на сколько-то градусов если предположим задействовано 10 позвонков условно говоря в этом повороте тела то значит каждый повернется с опять условная так условность на самом деле так так не бывает что то больше что то меньше на на 9 градусов но если у вас предположим в грудном отделе сам гибблокада то вы повернетесь в основном за счет поясничных позвонков и гайпа в этом действии там вас ну подключено предположим 4 всего лишь даже тоже если смотрите надо 90 будет разделить на 4 уже совсем по-другому этой ситуации выглядит то есть каждый позвонок относительно другого должен повернуться обалдеть как много то есть больше 20 градусов принимаете да как гипермобильность возникает и как и растягиваются со связки которые находятся между этими позвонками и какие нагрузка на межсуставное сочленение это гипермобильность вызывает в итоге это возникает если вы это постоянно надергаете на одной там тренировки то это будет болеть что же касается при беге вообще позвоночник выполняет с ресурную функцию он выглядит как доллар да это буква зю такая и при беге он определенным образом амортизирует даже если техника бега у вас идеально но вы всю жизнь не следили за позвоночником очень много сидели за рулем там в машине натянутшись на диван то у вас как правило будет сглажен поясничный лордоз и увеличен грудной кифоз а у женщин которые на каблуках ходят наоборот увеличен поясничный лордоз и опять же будет увеличен грудной кифоз тоже очень часто такая ситуация присутствует и увеличен шейный лордоз то есть чересчур выражены скажем так изгибы позвоночника и конечно когда позвоночник и чересчур изогнут то при движении то при беге при этом амортизации даже если техника бега абсолютно правильно то есть амортизирующая такая будет все равно позвоночника ресора будет более мягкая она будет более подвижная и позвонки на каждом шаге друг относительно друга будут перемещаться больше чем нужно то есть ресорная функция будет гипертрофирована совершенно обратная картина если есть функциональные блокады или сгибы позвоночника некоторые сглажены их практически нет ресорная функция там будет такая же как укола ну или там оглобли то есть ровная палка без ресоры жесткая подвеска словно понимаете да и тогда никакого взаимного взаимной но то капротизации между позвонками не будет я будет лишь ударные компрессия через межпозвоночный диск одних позвонков об другие такая система возникает еще хуже комбинированные картины выглядят тогда когда одни там отделы сглажены а другие отделы еще более ярко выражены в качестве компенсации если при беге тоже будет гипер компенсация то есть те которые отделы более выгнутые они будут еще больше нотамортизировать как чтобы компенсировать не нотамортизированность в тех отделах которые сглажены вот понимаете в чем идея и до заключена я наверно доходчиво я сам рассказываю в итоге получается такая вещь что даже вроде правильные действия если технически но которые ложатся но уже измененный динамический стереотип который формировался годами приводит к тому что занятия спортом даже правильно даже физкультурой занятий приводит к тому что начинает все болеть и болеть и не мышцы начинают на связки сустава они изнашиваются еще быстрее человек разочаровывается в занятии ему заниматься не хочется во вторых он объективно потом проходит исследование у врача когда у него уже все заболело и тот находит в этом у него тендовогениты артриты начала формирующегося артроза какого-нибудь и так далее и говорит мне парень все спортом заниматься не надо а врачи то очень любят так говорите я вас уверяю просто балдеют от этого особенно те которые сами спортом не занимаются я повторюсь а врачи очень любят все запрещать если они сами не занимаются спортом это сплошь и рядом только спортивный врач который сам постоянно спортом занимается он постарается решить проблему что понимает что вы без спорта ним вам хочется спортом заниматься ему хочется и он вам эту проблему возможно порешает хотя пожурит чтобы раньше так давайте подождем пока этот пропищит ну так вот двигаемся дальше как же уйти от этих проблем как же это все предвосхитить чтобы ничего не заболело и не было разочарования в занятиях и чтобы спорт на любом этапе жизненного пути даже после большого перерыва давал а правильный результат они а не негативно начнем с самого банального самого банального надо делать перед любыми тренировками абсолютно любыми совершенно любыми какими бы вы ни занимались бегом там не знаю чем угодно надо делать обязательно полноценную ее разминку причем разминать не только то что будет работать а это очень часто видно когда приходит с самим бегом закидывать ногу на лавочку или на какой-то брус ноги тянет потом растягивает ахиллова сухожилия там там отодвинувшись от какой-то стенки назад и становясь то на пятку то на носок там до покачивается там икру растягивает все потом делает какие-нибудь упражнения разминочные на ноги там махи ногами в В общем, все только на то, что вот он сейчас будет нагружать ноги, все. Ноги он типа размял, разминка сделала, все. А это крайне неправильно, абсолютно. Потому что в любом действии, особенно комбинированном, в том числе, как и бег, работает все. Когда бежите, вы руками работаете? Работаете. При работе рук происходит работа стабилизационная в грудном отделе позвоночника и в шейно-грудном переходе. Если беговая тренировка не менее получаса занимает, то вы постоянно работаете в этом отделе. Если у вас там разминки предварительно не было, а вы этим никогда не занимались, то у вас определенное положение согнутых рук перед грудью вызовет первоначально не то, что дискомфорт. Его, может, и не будет, но какую-то нагрузку, которая для вас не была обычной. И в итоге этот отдел позвоночника нагрузится необычным способом для стабилизации и для ротации. Ротация компенсирует ваши технические действия при беге. Чтобы это понять, вы просто попробуйте пробежать, как он находится. То есть, когда бежите вперед правую ногу, поворачиваете вперед и правое плечо одновременно. То есть, одновременно правая нога, а правое плечо. Вы поймете, что вы бежать не в состоянии, будете по-дурацки перемещаться. У вас просто бега не получится. То есть, все время координация бега такова, что выставляя вперед правую ногу, мы поворачиваем вперед левое плечо и выносим немножко вперед левую руку. В итоге позвоночник, получается, скручивается. То есть, бедро у нас уходит вперед, а плечо при этом уходит назад. Ну, вернее, как сказать, я это неправильно сказал. Ну, правильно, вернее, с одной стороны плечо и бедро назад уходят. То есть, если мы вперед шагнули правой ногой, то мы правое бедро выставили, то левое плечо мы вводим назад. А вперед выходит, наоборот, левое плечо и левая рука. И вот это вот постоянно скручивание позвоночника происходит, да? Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Таким пропеллером он, в самом деле, закручивается. То в одну, то в другую сторону. Причем, чем выше скорость и чем амплитуда бега, со движения выше, тем, соответственно, и ротация эта тоже выше. И это, безусловно, даст большую подвижность в тех отделах, которые подвижны. И не даст в тех, которые неподвижны. Ну, понимаете. Поэтому перед тренировкой надо размять позвоночник таким образом, чтобы максимально задействовать отделы неподвижные. То есть, размять их. То есть, нужно сделать большую комплексную разминку на весь позвоночник, на все тело, на все группы мышц, даже перед беговой тренировкой. Это особенно актуально для тех, кто никогда не занимался каким-то видом деятельности. Или занимается недавно. Или постоянно повышает нагрузку. Поэтому, если у вас перед тренировкой беговой нет времени размяться, и вы просто встали с утра, надели спортивную форму и побежали, то, уверяю вас, если вы находитесь в такой-то возрастной группе в средней или уже со старшей, то пользы от такого бега вы, скорее всего, не получите. Да, у вас будет тренироваться сердечная мышца. Да, у вас будет тренироваться весь сердечно-легочный комплекс. Это будет присутствовать. Безусловно. Ну и все. Вся опорно-двигательная система, она только пострадает при этом. Я сегодня затрону вопрос только по позвоночнику. Потому что, на самом деле, вопрос достаточно большой. Я расскажу потом и про крупные суставы. Про плечевой сустав, тазобедренный, про коленный. Как в них надо что-то делать. Так вот. Значит, перед каждой тренировкой, если у вас времени на разминку позвоночника перед любой тренировкой нету, скорее всего вам, не то что скорее всего, а вам лучше не заниматься вообще самой тренировкой. Потому что сама полноценная разминка позвоночника – это уже полезная вещь. И она будет самодостаточной, и лучше время потратить на нее. чем на беговую тренировку, с помощью которой вы будете разрушать опорно-двигательную систему свою. А всего лучше делать все это последовательно. Сначала вы делаете полноценную разминку, потом делаете беговую тренировку. Полноценная разминка занимает 7-10 минут. Это немного. Что это за разминка? Ну, у меня ее можете найти. Я под этим видео оставлю вам ссылочку на бесплатный мой видеокурс. Ну, он называется, значит, остеохондроз. Нет, не слышали. Ну, там как раз работа с позвоночником, специальная разминка на позвоночник. Но, там говорится о профилактике. Начнем с остеохондроза, но это в равной степени подходит для профилактики вообще всех заболеваний позвоночника. Потому что все заболевания позвоночника лечатся правильным движением и правильной функциональной нагрузкой. Тогда, когда вы даете каждый день работать позвонкам в рамках своих нормальных физиологических амплитуд, которые у них должны быть. Это главная профилактика вообще всех болезней позвоночника, которые человек зарабатывает в течение жизни сам по собственной вине. Так что посмотрите. И точно то же самое, только в гораздо более быстром виде. Нужно делать после беговой тренировки или после любой другой. Потому что от постоянной этой вот амортизации, ударной нагрузки между позвонками или во время тренировки в самом деле тяжелой или сам силовой, между позвонками возникают компрессии, которые нужно снимать. Точно так же их легко снять теми действиями, которые вот описаны в этом видеокурсе. Если остеохондроза нет, не слышали. Я вам говорю, ссылочку оставлю под видео. Вы посмотрите. Все очень, все просто очень. Может, я еще найду, я вам оставлю ссылку на разминку позвоночника. Есть у меня старое видео, как такое, разминка позвоночника. Может быть, на него. Вообще, пора бы записать бы новое бы видео, хорошее, по разминке позвоночника. Прямо древнее. Я его записывал тогда, когда интернет вообще еще такой мне тупой был, потому что я все время, ну, хоть долгое время живу за городом, и у меня просто мобильный был интернет, очень низкоскоростной. Я ролики готовил в низком разрешении для того, чтобы было легко заливать. Вот, поэтому там качество нюанс. Ну, по современным меркам, когда уже все Full HD, да? 1280. Вот. Ну, что, друзья мои? Значит, вот так вот я вам это дело рассказал, как все это дело делал. Так вот, я хочу сказать, что тренд на здоровый образ жизни – это хорошо. Здоровый образ жизни ассоциируется с занятиями спортом. Это тоже хорошо. Конечно, спортом можно заниматься правильно, и это нужно делать, это тоже хорошо. Но, видите, но, занятие спортом даже правильно, если вы никогда не занимались, может привести к профессиональному, даже если вы не профессионал, спортивному травматизму, к специфическим спортивным заболеваниям. Вот так вот. Поэтому, чтобы этого не произошло, нужно сначала подготовить свою опорно-двигательную систему к нагрузкам. Я прежде всего не про мышцы говорю, потому что мышцы готовятся в процессе работы. То есть вы тренируетесь, и мышцы тренируются. А вот то, к чему мышцы крепятся, и с помощью чего они, с помощью каких сервоприводов, условно говоря, они приводятся в движение, вернее, передают свои движения на рычаги, вот эти вещи нужно специальным образом вот обслуживать. Обслуживать. Понимаете, это все равно, что вот, просто пример, вот автомобилисту. Вы поставили машину зимой, дернули ручник, она стоит у вас на ручнике неделю. Потом вы решили тронуться, завели машину, трогаетесь, а машина не едет. Ручник убрали, а машина не едет. Почему? А колодки приржавели, прикипели к тормозным дискам. Понимаете? Почему? Потому что они в течение недели не совершали свои обычные действия, когда прижиматься, отжиматься, вращение, трение по дискам, они этого не делали. Так вот, и человек тоже живет таким образом, что он, многие движения, которые природа ему дала, он их просто не делает за невостребованностью. А потом, когда он вдруг решил заниматься спортом, он начинает их делать. Организм к этому не готов абсолютно. Все. И возникают проблемы, так вот можно там оторвать и эти тормозные колодки, да, когда вот я с автомобилем привелся, например, очень даже запросто. Они могут там оторваться в месте прикрепления, либо разболтаться как-то. Да, ну то есть ничего хорошего не выйдет. Вот и здесь такая же фигня. Только понимаете, машину проще починить, а починить тело человека намного сложнее. И вот тогда как раз и возникают проблемы и с коленями, и с голеностопным суставом, и с чем только не возникает проблем. Это просто громадье. Вот. Ну что ж, я приехал, а вы задумайтесь над тем, что я рассказал. И расскажите, если вы сами спортом занимаетесь, то расскажите своим мамам, папам, близким расскажите, которые планируют спортом начать заниматься, но еще не стали. что нужно делать определенным образом, специальную суставную гимнастику перед каждой самки тренировкой. Это раз. А два, вообще желательно подготовить свой опорно-двигательный аппарат перед тем, как начать заниматься серьезно по какой-то программе. Как это сделать? Я вам это посоветовал. Хотите, это как рекламу расцениваете, но курс мой абсолютно бесплатный, этот называется остеохондроз. Нет, не слышали. У меня есть и платный курс, который называется «Здоровый позвоночник и жизнь прекрасна». Ну, на него ссылку вы найдете в том же курсе, который бесплатный. Остеохондроз нет, не слышали. Ну, и я под видео тоже дам. Если вы это будете делать, проблем у вас не будет никаких ни со спиной, ни с тазобедренными суставами, ни с чем вообще. Не будет, однозначно. я являюсь сам и пользователем своих методов. Занимаюсь я им уже многие годы, и у меня много последователей, отзывов за эти годы тысячи от благодарных людей. А почему я говорю об этом, кто меня не знает. Я спортом занимаюсь больше 30 лет, самыми разными видами спорта. кроме того, я тренер, но, кроме всего прочего, вернее, не в первую очередь, самую, я по образованию ортопед-травматолог, мануальный терапевт и хирург. Поэтому, разрабатывая свои методики эти, я как раз опираюсь и на опыт работы с пациентами, который у меня был довольно большой, и на свои академические знания в области спортивной медицины, физиологии, анатомии, и, безусловно, на свой и на тренерский, и спортивный опыт. Это вот такой синтез, такая вот интеграция этих вещей друг в друга позволяет мне судить о том, о чем я рассказываю, крайне профессионально и предметно, как мне кажется. Ну, всем пока, до новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok